Добрый день! Меня зовут Туганов Батребек. С вами Звёздная Кухня. У нас в гостях Инна Гориславцева, лидер движения «Объединение родителей». Сегодня мы будем готовить сырники по вашему рецепту. Расскажите, пожалуйста, в чём уникальность? Ну что, начинается школа. Ну и, конечно, каждый ребёнок собирается с утра в школу и должен плотно позавтракать для того, чтобы голова работала, чтобы на уроках спокойно сидеть, преподавателей внимательно слушать. Поэтому для каждой матери, конечно, всегда стоит вопрос, а чем накормить ребёнка, прежде чем он пойдёт в школу? Кто-то кормит карнфлексом с молоком, кто-то даёт кашу. Ну вот моя, например, дочь очень любит сырники. Это быстрое блюдо, которое позволяет быстро подзарядиться, насытиться и спокойно себя чувствовать, ну, как минимум дошкольного обеда. Поэтому никакой такой секрет особый в этом блюде не содержится, кроме того, чтобы просто правильно смешать все ингредиенты, ну и не пережарить их на сковородке. Обычный творог. У нас, как я понимаю, творог 9% наш нижегородский, между прочим. Да, я вот вижу, он прям даже по внешнему виду вкусный. Я всё-таки люблю творог деревенский, настоящий. Вот он здесь похож как раз такой, абсолютно жёлтенький, по внешнему виду очень вкусный. Поэтому мы возьмём примерно 250 грамм, но я на глазок отложу. Да, конечно. Вы меня, как человек с хорошим глазомером, пожалуйста, поправляйте, если увидите, что я положила больше, чем надо. Много – это хорошо. Хватит всем, да? Конечно. Потом мы, наверное, возьмём сюда и добавим одно яйцо. Вот оно. Пожалуйста. Я знаю, что есть уникальная способность у кулинаринов прям вот раздавливать яйцо. Не надо так делать. Да, но я воспользуюсь ножиком, да. Я вот стукну аккуратно. Яйца надо обязательно перед употреблением мыть. Мы должны творог и яйцо хорошенько размешать. А ещё мы сейчас сюда будем добавлять... Да, мы сюда будем добавлять сахар. Угу. Вопрос. Да. Судя по тому, как вы сейчас лидируете на кухне, вы дома тоже лидер на кухне, когда вы готовите завтрак? Да, я очень люблю готовить. Моему мужу всё очень нравится, поэтому даже почти по ресторанам с ним не ходим. Он говорит, что я готовлю так, что можно никуда не ходить. Прививание, культура еды. Домашних. Это где должны давать? В школе, дома, родители? Ну, вообще, конечно, культура питания должна прививаться дома. Значит, дети должны понимать, что, ну, не только на гамбургерах строится вся жизнь, что есть и нормальная, и человеческая, как я говорю, еда. Вот. И, к сожалению, культура детского питания, она... Ваниленчиком добавим. Да, давайте добавим ваниленчиком. Значит, она, конечно же, эта культура должна прививаться именно с детства и именно дома. Я вот, например, очень часто сталкиваюсь с тем, что очень многие дети в школах жалуются на то, что они не готовы есть школьные завтраки, школьные обеды. И мне нравится. Ну, потому что как раз нет той самой культуры. Например, есть первый суп. Значит, в традициях русских всегда есть суп. Но вот в школах суп почему-то дети не хотят есть. Ну, в некоторых случаях, конечно, мы понимаем, что это следствие того, что просто комбинаты питания делают что-то очень невкусное. Но вот у меня, например, с дочкой даже был такой разговор, когда она жаловалась на то, что невкусная еда в школе, я ее попросила фотографировать в течение недели эти школьные блюда и собирать методом рейтингового голосования у своих одноклассников информацию о том, кому что понравилось и почему не понравилось. И вот тогда выяснилось, что на самом деле особых-то претензий к еде и к качеству школьного питания их нет. Нет. Но в основном претензии к тому, что люди просто не привыкли кушать первое, второе, полноценный вот такой школьный обед. Ну, вот как бы не заходит. Лучше. Так, я смотрю, вы меня перехватили. Ну, немножко мне тоже, да. А то я заговорилась. У меня руки-руки так вот сами тоже хотят поучаствовать в процессе, тем более не так часто мне приходится готовить сырники. На заметочку, да, масса должна быть слегка густоватая. Ну, да, но недостаточно жесткая, чтобы вот уже превращалась в комочки. А вот сейчас похоже, что уже вполне нормально. Так, сейчас мы введем улучшайзинг в мой рецепт. Я смотрю, вы приготовили для меня кукурузную муку. Да. Для того, чтобы валять сырники. Обычно я, думаю, пользуюсь обычной мукой, пшеничной, но в данном случае кукурузная, мне кажется, она добавит красоты этому блюду, потому что сырники тогда будут желтенькие и очень нарядные. Правильно? Очень красиво. С милой. Угу. Так, а вот теперь я хочу, чтобы вы мне показали, как правильно сформировать сырники. Потому что обычно я просто беру рукой, зачерпываю, делаю такой кругляшок и все. Но ведь красивые сырники это как-то по-другому, да? Ну, тоже так же практически. Но я вам сейчас покажу, как это делается на профессиональной, да? Да, профессиональной. Будем брать вот такой вот. Вот такой. Угу. Делаем шарик сначала из него. Угу. Так, я тоже сейчас возьму. Шарик. Муку разложили. Посыпаем мукой. И вот у нас есть вот такой вот ножичек. Плоский. Да. И вот так вот мы формуем такую шайбочку. Вот так вот ножом поддеваем. Угу. Убираем лишнюю муку. Смотрите. И вот здорово. Да, мне кажется. Ручками вот так раз-раз. Отлично. Имеет ли вообще как бы место быть, вести в школе, возможно, какие-то уроки по правильному питанию? Вот на самом деле в свое время уроки правильного питания заменяли в частности уроки домоводства. Угу. И девочек учили готовить в школах. То есть прям специально были школьные кухни. Я помню, как я еще когда училась в школе, мы учились делать салаты, заготовки, самые разнообразные. Девочки точно осваивали некую культуру питания. Приобретали опыт. А мальчики у нас все это съедали. Вот как. То есть после того, как мы на уроках это готовили, все это доставалось нашим парням, и чем они были очень сильно довольны и рады. Как минимум это было так. К сожалению, в современной школе это большая проблема. И сейчас на уроках технологии, увы, девочки практически не готовят. То есть они в лучшем случае записывают рецепт. Как говорят, человек это то, что он ест. Вот. И поэтому если он ест правильную пищу, то и здоровье в теле тоже будет. Молодежи, у нашего подрастающего поколения, да, у них в перспективе, что они хотят кушать, это чипсы, да, это для них сухарики, бургеры. Сухарики, шоколадки, то есть все, что можно считать высококалорийным, но при том абсолютно неполезным. Да, это большая беда и, к сожалению, еще и очень часто вредная. Настолько, что, к сожалению, проблема избыточного веса детей уже стала стать очень остро. Если мы будем продолжать тем же духом, то уже очень скоро у нас не останется совсем здоровых детей. Здорового поколения. Здорового поколения, да. Итак, Инна, расскажите, пожалуйста, как вы дома их готовите, производя тепловую обработку сырника? Ну, я беру сковородку, наливаю на нее пару ложек растительного масла, выкладываю туда сырники и обжариваю с двух сторон. Ну, вот несколько минут до такой состояния золотистой корочки. Ну, собственно, все. Наши сырники подходят уже до полностью готовности. Да, можем их подавать. Выглядит очень аппетитно. То есть, прям, я скажу, даже лучше, чем когда я... Чем было задумано. Да, ну, потому что вот кукурузная мука все-таки придала там отдельный такой вот желтоватый цвет, и за счет этого они смотрятся, ну, такими очень-очень-очень... Аппетитными, да. Да, очень хочется укусить. Вот смотрите, какие, да, они у нас хорошие, сохранили форму, да, они у нас не растеклись. Что это означает? Это означает то, что мы с вами соблюгли все правильности технологии приготовления сырников. На украшение мы будем использовать свежий инжир, кизил и черничку. Также мы будем использовать сметану и сахарную пудру. Вот так вот. Итак, вот как художник видит, так и положите. Вы сегодня художник вытворили. Ну, тогда мы сделаем вот так. Мы положим красоту в уголки, чтобы получилось такое немножко, как бы, солнышко с одной стороны и с другой стороны. Прямо действительно так аппетитно, лучезарно у нас выглядит. Также мы польем сметану на наши сырники. Я это предлагаю сделать вам. Как замечательно у нас получается. Вот так вот мы это все присыпем сахарной пудрой. Наше праздничное блюдо готово. Казалось бы, обычные сырники, а выглядят как нарядно, правда? Очень даже, да. Я бы не отказался от такого завтрака. Я надеюсь, что дети тоже не откажутся. Значит, будем угощать. Будем. Мы проступаем ко второму блюду нашему, да. У нас сегодня с вами будет карась пряжный по-нижегородски. Рыба. Рыба. Нижегородское меню состоит в основном из рыбы, грибов и также лесной дичи. Ну, то есть это все прям вот классика такая, которая как раз к 800-летию. Наши, да. Да, да. Юбилейные блюда такие, да, с грибами, с рыбой. Да, действительно, одно из блюд, да, я вам сегодня как бы представлю, это карась пряжный. Мы взяли тушку карася, удалили кости внутренние. Жабры, плавнички, хвостик, я смотрю, подрезанный вот здесь, да? Ну, нам это все не надо, это все лишнее. Как добиться, чтобы речная рыба, а карась же речная рыба все-таки, чтобы вот она не давала какого-то специфического запаха, да, потому что многие не любят готовить... Озерного, озерного. Озерного, да. Многие не любят готовить вот такую пресноводную рыбу именно потому, что у нее какой-то специфический запах. Я использую воду, добавляю немножко лимончика туда и немножко соли. И час-полтора вымачиваю карася. Ну, так все просто. Да, да. Дольки картофеля запеченные будем делать на гарнир. Карась с картошкой. Ой, да, это очень вкусно. Очень вкусно, да. И приступим к процессу его маринования. Что нам понадобится? Мы не будем с вами очень много использовать специй. Нам достаточно будет соли и перца, чтобы придать... Обычного черного, да? Да. Мы используем мельницу. Также мы с вами будем использовать кукурузную муку для того, чтобы панировать. Название, да? Карась пряжиный. Что это вот, как вы думаете? Что это может означать? Пряжиный? Ну, вот у меня ассоциация пряжиный – это пожениный с чем-то, да? То есть вот с чем-то его объединили. В переводе пряжиный означает обжарка в большом количестве... Пригли. Пригли? Да. А-а-а. Обжаривание в большом количестве масла. То есть масла нужно лить много на сковородку. Это где-то сантиметр-полтора для того, чтобы тушка карася, видите, какая она у нас, да? Плоская. Она такая плоская получилась. Погрузилась в масло. Берем нашу муку, обсыпаем. Мы его будем панировать с двух сторон. Для того, чтобы он у нас обжарился, да, так красиво, хорошо. Переворачиваем. Как вы считаете, да, стоит ли детям рассказывать о истории Нижнего Новгорода? Детям стоит рассказывать историю, причем чем более необычные истории ты рассказываешь, тем интереснее слушать. И вот, например, историю через карасей послушать, как раз узнать, как ловили рыбу, как, собственно говоря, судоходство на реке строилось, да? То есть вот через какие-то обычаи, через культурные. Это гораздо более увлекательно, чем просто читать книжку, там, и слушать занудные уроки. Наш карась даже обжарился. Да, вот красивый, хороший. Даем стечь лишнему маслу. Итак, наши... А я обратила внимание, что жарился он такой распластанный был, а потом аккуратно его так сложили, да? Жарской секрет для того, чтобы у нас, смотрите, да... Чтобы внутренность тоже была очень вкусно прожаренная такая, да. Да, двухсторонную корочку мы придали, закрыли. Вот, у нас на гарнир картошечка. У меня отсюда вопрос. Как вы думаете, почему дети не любят в школе кушать рыбные блюда? Ой, ну, наверное, просто потому что готовят не очень вкусно. Все-таки культура питания предусмотрена... Вот вкусную еду, ее всегда съешь, еще пальчики оближешь. Я вот помню еще со времен советской школы были такие удивительные рыбные палочки. Вот они, казалось бы, были совсем дешевые, странные, но они были безумно вкусные, да? И сейчас, ну, я так понимаю, что производителям детского питания им не очень хочется связываться вот со сложным приготовлением, потому что вот такую рыбу, конечно, я думаю, что каждый ребенок бы съел. Вот, а детям же дают какую-то рыбу более дешевых сортов, там, наверное, минтай какой-то, что-то еще. И, конечно же, это, ну, правда, и минтай, наверное, можно приготовить так, что будет вкусно, да? Поэтому я думаю, что дети не имеют культуры употребления рыбы дома, значит, во-первых, и родители просто не готовят. Вы знаете, вот беда современных родителей в том, что нет привычки дома готовить. Все перешли на полуфабрикаты, покупают готовые уже продукты, которые начинают разогревать, вот. А я считаю, что навык готовки – это способ отдать свою любовь. Отдать любовь близким, когда ты что-то приготовил собственными руками, ты отдал часть своей энергии, там, часть своего тепла, сердца, души. Ты все это привнес вот в эту еду. Ну, как сегодня мы с вами готовили. Да. Вот она становится в этот момент особой едой, такой магической в каком-то смысле, да, пропитанной вот этим чувством. Долженную душу и любовь, посвященную сердечную. Да. И мне кажется, что, ну, это вопрос, конечно, к мамам, которые должны за своими детьми, там, ухаживать, готовить для них, и за мужьями, конечно, тоже. Подводим наши итоги, да, сегодняшней нашей программы. Мы с вами приготовили два блюда, одно по вашему рецепту – сырники. Вам спасибо большое за ваши фишечки. Вам спасибо за лучшую. Мы будем еще встречаться, обидеться опытом. Я думаю, это не последняя встреча наша с вами. Наш карасик пряжиный, по-нижегородски, да. Можно я понюхаю поближе. Вот, для того, чтобы вам было видно. Вот такая красота у нас получилась внутри, да. Мы сделали классический рецепт с картошечкой обжаренной приготовили. Вам спасибо большое. Вам, Бантербек, спасибо. С вами была «Звездная кухня». Да. Ну, аппетитом. Ой, сейчас будем пробовать, сейчас будем пробовать. Ох, какой. Ой. Ох, какой. Ох, какой. Редактор субтитров А.Семкин